Глава МИДа Великобритании Борис Джонсон, он планировал 10 апреля побывать в Москве, но 8 апреля отменил этот визит, потребует на встрече глав МИДа в Большой Семерке ужесточить санкции против России. Такая мера, по мнению министра Джонсона, должна послужить ответом на последние события в Сирии. Джонсон считает, что страны G7 должны опубликовать совместное заявление, требующее от России прекратить поддержку осада, а также вывести российские войска с территории Сирии. В случае отказа Москвы должны последовать новые экономические санкции, даже чрезвычайные санкции. В дополнение к тем, что уже были введены ранее в связи с ситуацией агрессии РФ на востоке Украины. Соответствующий документ Семерки по поводу санкций против России уже подготовлен для встречи глав МИДов в Италии 10-11 апреля. Цель документа – сделать жизнь очень тяжелой для российских чиновников. В тот же день представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердил, что Лондон обсуждает с партнерами меры давления на Дамаск и его союзников, то есть Россию и Иран. Словом, ядро очень жесткого антипутинского блока, включающего традиционных партнеров США, Канаду и Великобританию, уже сформировано и готово действовать решительно. Это ядро поддерживает Германия, Франция, Япония и в меньшей степени Италия, а также НАТО в целом. Турция же назвала удар в томогавках 7 апреля недостаточным и призвала к более мощным действиям. Это будет который уже по счету удар в спину России со стороны Эрдогана? Перспективы большой войны я обсуждать не хочу. Вероятность же локального военного конфликта в Сирии, надеюсь, не надо объяснять кого с кем, хоть и низкая, но не нулевая. 7 апреля некто Димон Медведев заявил на своей странице в Facebook, что администрация президента США Дональда Трампа вместо совместной с Россией борьбы с главным врагом ИГИЛ начала борьбу с правительством Сирии даже на грани боевых столкновений с Россией. А сам удар США был предпринят с нарушением процедур без предварительного уведомления Конгресса. Сходные заявления о возможности военного конфликта США-РФ в Сирии сделали несколько депутатов гос. дуры. Нет необходимости в сложном военном анализе, сверхсказанного выше. Если дойдет до столкновения, то военный контингент РФ в Сирии раздавят как клопов. Таково реальное соотношение сил не меньше чем 10 к 1. Так что же за санкции? Новый пакет ограничительных мер коснется нефтегазовой и энергетической сферы. Вопрос о санкциях 10-11 апреля обсудят в частности министры иностранных дел Большой Семерки на встрече в Италии. Пост пред США при ООН Ники Хейли заявила, что Дональд Трамп, также обсуждая с членами администрации, возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии. В Конгресс США на рассмотрение внесен законопроект о новых санкциях против России, который радикально ужесточит действующий санкционный режим. Акт о противодействиях российской агрессии 2017 года. Ровно так называется этот документ. Подготовлен он группой конгрессменов и внесен 28 марта, за 10 дней до событий. Республиканцам Александром Муни задуман как ответ на вмешательство России в ход президентских выборов США, невыполнение Москвой минских соглашений по Украине, а также незаконную аннексию Крыма, Южной Осетии и Абхазии. Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов в более 20 миллионов долларов. Он фактически запрещает крупные вложения в ценные бумаги всех российских нефтегазовых компаний, не только государственных. Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство России трубопроводов стоимостью свыше 1 миллиона долларов. Новый пакет ограничений полностью перекроет финансирование всех проектов «Газпрома» от «Северного потока-2» до «Силы Сибири», строительство которых «Газпром» рассчитывал оплатить путем привлечения 15 миллиардов долларов. Наконец, под санкции попадут визлица, банки и компании, покупающие гособлигации России. На такие операции, согласно проекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций.